придут люди за кофе нет тут ну и будет совершенно 9 но с тобой те которые хотят деньги и 10 тех которые придут попить кофе либо знали дуэт либо будет им интересно просто заглянуть вот при такой комбинации она в бизнесе должна быть вот такая 10 процентов и 90 процентов для того чтобы 10 процентов людей зарабатывали деньги нужно чтобы 90 говорят грубым языком их терял не тратил терял ты понял о чем идет речь вот если мы с тобой приходим в это кафе мы должны отдать свои деньги и нормально мы поменяли деньги на кофе и мы довольны хотя и представьте мы приходим в это кафе ребята выносят столы стулья и начинают честный официанты который заработал там на 10 тысяч баксов борису который заработал блин за последние полумесяца для тех кто не в теме сейчас алексей луконин объясняет человеку что такое пассивный доход как он строится и чем бизнес отличается от пирамиды подключайте друзья это очень круто вы такого нигде не увидите официант в любом случае вот это кафе начинает продавать деньги и это будет до тех пор в это кафе выставить сообществ таких как мы желающих зарабатывать но оно будет вставать до тех пор пока идут люди желающие зарабатывать деньги как только мы истребим ну грубо говоря лишь не поедут например в москву из казани в это кафе это только приток людей потому что все кто в кафе приезжают даже за деньгами все равно покупают кофе и для самой компании которая все это организовала все нормально для сетевой компании все нормально она имеет 90 процентов тут неважно лидеры не лидеры она здесь есть 10 человек или 10 процентов у которых 90 тратить деньги на туриную продукцию и услугу но когда ты сюда приходишь и начинаешь строить свой бизнес начинаешь и начинаешь звать людей только на деньги или даже ты говоришь что продукт нормально я прихожу а от компании не говорят тут бабло раздают просто реально или хрен с ним с продуктом давай что надо купить продукты хрен с ним я его покупаю ради продукта кофе не ради кофе я покупаю ради будущих заработков 100 человек которые ради будущих заработков купили продукт из них физически механически 90 процентов не заработают мы не знаем кто это и поэтому наша совесть спокойно но дело даже не совесть дело в том что например если это я позвал 100 человек они купили продукт я заработал там сколько-то денег из них 90 не заработала ушло у меня совесть спокойно я бессовестный товарищ поэт она спокойно но мне надо будет вернуть у меня осталось только 10 чтобы получить такие же деньги следующие месяцы в следующем расчетном периоде недели там и так далее вернуть где-то как минимум 90 человек а лучше больше используете действий которые остались и и реальной ценностью является не продукт он неважно может быть хорошей или плохой реальной ценностью являются деньги которые то есть товаром становится деньги и поэтому нормальный бизнесмен у которого нормальная зарплата на его фирмы он сам зарабатывает нормальные деньги но не продает это потому что он понимает что продавать надо то что интересует конечного потребителя они участников и топ-менеджеров не там еще кого-то ты понимаешь что там в газпроме люди зарабатывают нормальные деньги в мтс зарабатывают нормальные деньги но в мтс продает услуги а не зарплатой своих топ-менеджеров и поэтому когда он смотрит на наш бизнес где продают именно зарплаты чеки динамику роста они смотрят на больных точнее на больных а кренозолчей которые продают пирамиду потому что это реальная пирамида потому что она становится бессмысленно с точки зрения конечного потребителя только точки зрения топ участников а для меня а для семер Majesty Jeez и совесть для меня это бесконечная работа это отсутствие остаточного дохода его не будет даже если не будут видеть даже если не будут видеть они вынуждены будут каждую месяц лица потому что каждый месяц будет выходите в 90% которые ничего не получили внутри компании нет печатающего станка который допечатаны деньги которые ушли компании нам топ лидерам производителем там чего-нибудь или даже если их нету там воздушный продукт ну там типа сайт какой-нибудь или какая-нибудь тренинг какой-нибудь материальный нематериальный продукт и вопрос в принципе можно ли там заработать деньги можно быстро быстро вопрос только недолго и как найти ты можешь перейти следующую такую игру и в принципе но это не то что я хочу я хочу создавать и получать я хочу абонентскую плату я хочу как мтс пускай понемножку но всю жизнь чем быстро и много потому что иначе мне придется работать все время я не смогу прийти к дочери не смогу прийти к жене я не смогу заболеть не смогу поехать путешествовать я буду всем рассказывать об этом ну реально я не могу оставить это больше чем на месяц или больше чем на неделю и некоторые для лидеров научу они будут пахать они пашут но долго не будут пахать когда генерал убежал и не поддерживает их потому что вся эта пирамида чем больше она растет тем больше навтягивает людей тем тяжелее вот здесь на фронте побольше людей которые нуждаются в моральной поддержке потому что у них здесь заработки могут быть баснословные но вот здесь заработки ниже рентабельность они вкладывают больше чем еще получают их все больше и больше и чтобы них поддерживать морально держать эти ребята приходится работать больше то есть я проверял обученные лидеры несколько эшелонов они все умеют и я не могу сбежать в сторону я могу бежать в сторону только мне нужно с ними сильно-сильно поссориться чтобы они меня перестали держать в своей голове как своего лидера команды там работе команды там и так далее чтобы я умер в их головах чтобы они на меня не рассчитывали убил командиры теперь будем все равно за ебать и сражаемся иначе если там ребята давайте там я отдыхаю там а вы там давайте мотивируйте с дуба руку она чтобы людей группы растут ты с ростом чеков на тебя мотивация возрастает а не снижается потому что количество людей которые нуждаются в мотивации возрастает и я примерно по своим ошибкам в мотивации понимал реальный товарооборот и мотивационный товарооборот он настолько размерно по таким параметрам 90 и 10 вот в самом лучшем случае 60 и 40 то есть он больше половины на тут и это не то что люди хотят купить если ты не смотивируешься и основной бомбец идет через повторные закупки корта ломается больше все там у нас тоже есть повторные закупки у нас повторные да вы посмотрите на закупки через полгода повторные не надо коп то ломать продукт должен быть покупаемым у нас вот такой-то процент вторичных закупок можно посмотреть тысяч людей которые через шесть месяцев продолжают покупать этот продукт ну то есть ты готов вкладывать там 100 баксов рассчитывая на то что ты заработаешь денег через полгода ты выйдешь на 10 тысяч которые тебе там нарисовали картину модель математическую ты вкладываешь 100 100 100 100 100 100 100 подходишь четвертый месяц и чувствуешь у тебя ты попал 90 не в 10 вот и ты перестаешь это делать в крайне на шестой месяц не кончили просто даже видишь нет никакой динамики а почему я не потому что ну 10 и 90 даже если ты позвал еще говорят например ты пришел одиннадцатом вот а здесь мы нашли своих 90 мы с деньгами теперь очень ребята тоже хочу денег тебе нужно позвать 9 который денег не хотят а этому даже не учат ты зовешь 9 которые хотят денег теперь у вас 10 которые хотят денег еще самое смешное что не факт что именно ты оказываешься в десятке они в девяносто и поэтому многие выходят и огромное количество поломанных мечт и всего остального прочего поэтому научившись создавать товарообороты и продавать эти вещи и оказываться в десятке и выходить крутым на сцену видеть огромные горящие глаза людей которые тупо вложили бабки что ты сейчас стоял на сцене то есть они еще ничего не только вложили ты понимаешь это кайфово ты с баблом у тебя признание все нормально но ты понимаешь что это самое это никогда не кончится ты не можешь это оставить мы стали думать пришли к очень простой вещь что компания должна быть как обычная компания любая традиционная компания тот магазин выходит на углу продовольство магазин продукты там написано зарплата продавцов какая-то динамика просто товарооборот нашего магазина вот такая-то за последние полгода он стремительно рвет вверх и пьет все рекорды продовольственных магазинов 24 часа в город отказания продукты тупо зарплата продавцов и котятерного магазина зависит от того придут ли люди за продуктами иначе искать такую компанию к сожалению я четко понимаю в мире сетевого маркетинга я называл то что каждая компания старайтесь как звезда светить как можно сильнее то есть рассказать о своем успехе как можно больше больше на счет этого света она привлекает желающих зарабатывать коралл на этом фоне в реальной черной дороге ничего не излучал ты не добьешься от них не динамики роста товарооборотом компании не чеков лидеров никаких вообще ничего и на фоне всего этого еще огромное количество врачей которые от пиздоров мы тебя просто недообследовали сейчас мы будем обследовать возьмем тебе там компьютеры там кровь и мы найдем в тебе почему дороже пить наши продукции это ужас конечно полный поэтому но это была единственная компания которая не получала не стремилась не играла в эту игру кто больше светит кто сейчас нарисует какую-то самую сумасшедшую динамику роста товарооборот просто другой не оказалось кстати до сих пор не оказывается у меня был длинка я хотел свалить уже совсем из кораллов по прошествии многих лет я опять стал смотреть причина в том что ты в такой компании не являешься главной в такой компании главными являются простые эти потребители ты по большому счету колоссально недопризнанный лидер недолюбленный для тебя вообще ничего нет просто твой чек о котором ты не можешь нигде сказать ничего не может сделать ты пробуешь сделать признание для своих лидеров тебе говорят нельзя это привлеченных людей не на нужные ценности и я с деньгами с финансовой независимостью но абсолютно не удовлетворенный с точки зрения так как мне впереди чтобы я просто потому что вся каждая каждый сетевик ржал до ноги лукой он потерял амбиции его купили он не зарабатывает денег не просто доплачивать мне хотелось даже не самому себе признание я награлся в признание немножко раньше мне хотелось чтобы мои люди получили признание понимаешь когда ты научился зарабатывать деньги ты хочешь за это тебе сказали спасибо а тебе не говорят за это спасибо потому что на сцену выходишь ты со своими легалями и с чеком и тебе говорят там должен вот такой хороший парень не в день а за тобой выходит какой-нибудь там врач или какой-нибудь пупкин там и начинают там доктор наук доцент кафедр повышение квалификации врачей новой кузнецкого там и так далее так далее ну вот и танки рада там на сколько-то времени и ты думаешь ну ёлки-палки вот этот человек почему более крутой по жизни чем я и достиг результатов своей своей не внашишь то есть когда ты зарабатываешь деньги тебе хочется признание как получать признание я уже хочется реализации там других целей так далее так далее вот когда сказали что это вряд ли будет мне стало грустно что я стал ненужный вот я подумал куда-то уйти начался как компанию ну в которой можно построить остаточный доход я не хотела утереть я понимал что вот есть классные яркие компании потому что прийти сейчас быстро поднять чеки я понимал мне этого не хотелось потому что опять же подняв раз нужно было переходить не увидев ничего я просто женился тоже выход если нечем заняться женись ради рекламы вы чем заниматься и будете никакой да но потом как услышал молитвы там не знаю даже не молитвы плач видимо стон поменялась политика обойденным образом в компании вот и приехал витязь на белом коне ну не на делом на самолете прилетел бездельно сказал а мы решили поменять концепцию вот и стало как-то интереснее я даже вернулся из деревни где жил маленький городок где же думаю не заняться ли меня дистрибьюцией просто интересно на самом деле построить вот но до сих пор мы то есть надо соблюсти баланс между возможностями для лидеров в том же кафе как сделать так чтобы 5 процентов или 10 процентов служащих были счастливы проведения и одновременно они страдали 90 95 процентов клиентов где он